Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале ножиков.ру. Мы с вами давненько не виделись. Меня зовут Данил, и это ролик, посвященный городским ножам фиксированным, соответственно, которые вы спокойно можете носить с собой постоянно, летом и в любое другое время года. Погнали! Первым на очереди Benchmade SOCP. Ну, короче говоря, аббревиатура, но по-другому я ее прочитать не могу. Что из себя представляет нож? Это, по факту, кунай, да? Это традиционное японское оружие, которое пришло из сельскохозяйственной культуры. У него имеется кольцо для того, чтобы им оперировать, и чтобы его, соответственно, доставать из ножен. Давайте о ножнах немножечко подробнее. Благодаря тому, что здесь модифицированная клипса для кармана, эти ножны спокойно можно садить что на пояс, что на, собственно говоря, сам карман. Из-за того, что здесь имеется некое подобие зацепа, эти ножны с кармана не слезают. Давайте продемонстрирую. То есть, вот мы его банально посадили. Что таким образом, что таким. Нож спокойно достается и спокойно апеллируется. Это полусериейторное лезвие из стали 440С в обработке Blackwash. Ну, типа дурака, это не Blackwash, это другое покрытие. Но я забыл, как оно называется. В общем и целом, ножик имеет длину клинка порядка 6 см, из которых половина, соответственно, полусериейтор, ну и вторая плейновая часть. Ножом удобно будет скрывать упаковки, что-либо проткнуть, что-либо всковырнуть и так далее. Поскольку толщина у этого ножа составляет более чем 4 мм. А если быть точным, то практически 5 мм по обуху. Продолжает историю ножик от компании Цививи. А если быть конкретным, то канцелярский складной нож в титановой раме. С карманной клипсой. Для чего оно нужно? Во-первых, нож не вызывает какого-либо опасения у окружающих, не вызывает какого-либо опасения у тех, кто его увидит и так далее, когда вы его достанете для того, чтобы что-то отрезать. Поскольку это обычный канцелярский нож, по факту, который приводится в действие с помощью пружины, мы нажимаем на кнопку, выдвигаем лезвие и задвигаем его обратно, если такое нужно. Кстати говоря, саму вот эту кнопку можно подкрутить таким образом, чтобы она не нажималась и нож просто не выезжал. В закрытом же состоянии он представляет из себя открывашку для бутылок и небольшой накидной гаечный ключ. Кстати, приятным бонусом у этого ножа в комплекте идёт три сменных лезвия. Два из которых из такой же 9 Chrome 18 VLibn2 Nadie и одной из которых до Мастилова R. Продвигаемся дальше. И дальше у нас нож от компании Gizler Supreme, который в весе в масле, с названием Amigo. Это шейный ножичек, очень компактный, очень удобный даже при таких размерах. Вот таким образом он лежит в руке, взяли, можете что-то отстругать, можете что-то небольшое порезать. Если я не сказал, то стали на этом плитке используются D2, а конструкция ножа, между прочим, Full Tank. Ножны у него из кайдекса с названием ножа непосредственно, то есть Amigo. Носится он с помощью петли из паракорда, то есть продели петлю, закинули его под футболку, и когда он закреплен, вот так вот достается и также туда помещается. В принципе, неплохой вспомогательный вариантик. Своеобразному топу, вернее даже уже финалочка, это нож от OOPP Gizler с названием Crot. В принципе, очень даже похожая история с Amigo, но только это ножик полностью черный, также Full Tank, и кольцо у него не здесь, а также как клубинчика, то есть для того, чтобы крутить его на указательном пальце. Здесь спуски, на самом деле, самые, наверное, широкие из тех, что мы показали, и сталька намного попроще. Обычная AUS 8, что делает этот нож крайне неприхотливым. В комплекте у него ножны из ABS пластика, и также к ним идет клипса, которую я вам не показал, потому что она осталась в офисе. Кстати, из дополнений, также про бенчмейт. Недавно наша русская компания NC Custom сделала нечто похожее на вот этот самый бенч. Это нож Torn, у него также имеется кольцо, у него также имеется такая форма для того, чтобы что-либо пробить, и на ножнах также имеется клипса, чтобы носить ее на кармане. Субтитры создавал DimaTorzok